Про эпидемию, опять же, говорит телевизор каждый день. Вот все передачи что-то там затрагивают вопросы. То кодов, то бизнеса, как ему тяжело, то еще чего-то. А вы вообще хоть раз слышали, что в передаче, например, обсуждали вопрос борьбы с эпидемией в Китае? Вообще полтора миллиарда человек живет. Вот хоть раз слышали. Да и вообще исторического опыта борьбы с эпидемией не было. Исторически, само собой. Но исторически скажут, что типа при Николае были холерные бунты. Да, при Николае были другие условия, была другая медицина. Вот сейчас даже Китай. Вот обсуждают разного. Вообще не обсуждают. В Китае нет ни одного больного. Вообще нет. Новость из Китая, один из эпизодов борьбы с эпидемией. Что-то там одного или нескольких человек заметили в каком местном Диснейленде. Моментально перекрыли все входы и выходы. И по сути дела, так вот, настойчиво всех попросили привиться. Сдать где-то тесты, а кто заболел, того, соответственно, забирали. Я не представляю, Евгений Алексеевич, я не представляю, чтобы у нас какой-то Диснейленд перекрыли. И чтобы это спокойно народам было расценено как нормальная мера по борьбе с эпидемией. Нет. Или, например, в детском садике, в школе, в первом классе, ребенок один. А там у них идет постоянное тестирование, в том числе детей. Не только прививки, но и тестирование. В детском садике, вот есть ролики в интернете тоже, китайские. Значит, у одного из ребенка тестирование, которое у них там каждое... Вот у нас депутаты тестируют на ковид каждую неделю. Вот открою секрет. Вот каждую неделю мы по понедельникам проходим тестирование. Чтобы потом на рабочей неделе можно было работать в зале дома. Так вот, у них то же самое в школах. Как только заметили у одного ребенка ковид, вы думаете, что сделали? Немедленно перекрыли в этой школе тут же ворота. Вот как дети сидели в классе, вот утром тестирование прошли. Через два часа пришли результаты. Перекрыли школу тут же. Тут же открыли специальный, как у нас сказали бы, пионерлагерь. То есть специальный медицинский лагерь. Куда всех детей подогнали автобусы в тот же день. Родителям просто позвонили. С родителями детей не разрешили контактировать даже со своими. Даже не больными. И отвезли на две недели вот в этот пионерлагерь. Для того, чтобы дети там прошли под наблюдением врачей. Естественно, питание, бассейны. Все как нормальный детский такой лагерь. Отдых как бы. И они там эти две недели без контакта с родителями, только по видеосвязи, две недели проверялись на ковид. Потому что один ребенок поймали его на тесте. Это технология. Если брать даже эффективность борьбы, это тоже не оспаривается. А с экономической точки зрения? Сейчас я закончу смотреть. Это технология. Соответственно, эта технология здесь и сейчас работает. Ее в России запрещено рассматривать. Понятно, что вот завтра мы приняли решение, что нет. Два с половиной года еще терпеть нельзя. Или там три года терпеть нельзя. Или сто лет терпеть нельзя. Все. Путин карантинная бухта. Две недели проблема решена. То есть вводится военный карантин, и он прекращает методами Китая эпидемию вообще. Ее нет. Нет ни одного больного. Любой больной становится мгновенно, так сказать, особой реакцией государства на появление просто больного по тесту. Все. Проблемы нет. Две недели карантин прекратился. А кто полномочен запускать механизм карантина? Власти. Когда у них есть, на это полномочия. А у наших властей на это полномочий нет. Мы даже не имеем права говорить о американских лабораториях. Ну, Патрушев сказал, а с тех пор там особо никто и не говорит. И Путин сказал, помните, когда американцы закупали наши биоматериалы. И все. Об этом запрещено даже разговаривать. Про китайский опыт запрещено даже разговаривать. Про исторический опыт. Вот у нас сейчас эти максимумы антиваксеры. Вот слушайте, когда в Москве была борьба с эпидемией черной оспы в 59-м году, значит, там среди других мероприятий были приведены прививки за 18 дней. С нуля. То есть люди развлекаются, отдыхают, живет город, все отлично. Умер в больнице ученый, привезший этот вирус из Индии. Черной оспы. Вот он умер. Зафиксировали, что он умер от черной оспы. После этого 18 дней потребовалось Советскому Союзу для купирования эпидемии. 18 дней. То есть те же 2 недели, но 3 недели в данном случае. Что сделали за эти 18 дней? Установили методами КГБ и спецслужб все связи этого ученого и его контакты, и контакты его контактов за период распространения болезни. Таких там обнаружилось несколько десятков тысяч человек. Их все изолировали. Вот просто он проехал, но он ученый был, все-таки в автобусе мало ездил. Ездил на машине. Вот проехал в машине, водителя изолировали. Вышел где-то, значит, в институт. Изолировали всю его, значит, где он в институте там тусовался несколько дней. Семью изолировали. Соседи по дому изолировали. Ну, медицинские учреждения. И одновременно сделали прививку за 3 недели. 10 миллионов человек. И никого не спрашивали, когда прививали. Согласен ты, добровольно, недобровольно. Просто накрыли Москву колпаком. Узкий колпак. Изоляция, то, что с ученым рядом. Шире колпак, шире колпак. И общий московский колпак, и Московская область. Прям по направлению вероятностного распространения. Там видно, как они прививали не вообще Московскую область, а вот направление, по которым электриишки ходят. Ну, то есть, рассчитали. Специальная методика, она в генштабе есть. Советская еще армия. Ее рассчитали. К войне же биологической готовили. Всегда Советский Союз готовился к ней. И к химической. И все просчитали. 10 миллионов прививок. Хоть один человек вообще. Его спрашивали, когда прививали. Вот хоть одного из этих 10 миллионов. Вы что думаете, его уговаривали эти 18 дней? Просто накрыли прививками и решили проблему. Но прививки были частью процесса карантина. То есть, они как бы карантин перекрыл, а прививки скупировали распространение. Потому что на карантин всю страну решили не ставить. Альтернативу прививок, это весь Советский Союз поставить на карантин. Это было невозможно. Это понятно. Проблемы решили за 18 дней. Вот китайцы, несмотря на то, что они вначале потерпели поражение от вируса, в первые несколько месяцев прошлого года, они сейчас вышли на карантинную методику.